Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире разговор о главном и я с удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего гостя, продюсера Королевского цирка, художественного руководителя и главного режиссера российской государственной цирковой компании Гию Эрадзе. Здравствуйте, Гия Гиулевич! Здрасте! Очень хорошо, что вы сегодня у нас в студии, это значит, что вы привезли подарок для всех иркутян. Это спектакль цирковой, который можно посмотреть буквально уже завтра. Вот когда люди выходят с вашего спектакля, они произносят такие слова, как восторг, восхищение, феерическое шоу, и, наверное, оно очень малоизмеримо какими-то цирковыми понятиями. Как вы пришли к этому синтетическому жанру? Как поняли, что привычное цирковое представление нужно изменять? Спасибо. Вы знаете, во-первых, мы на самом деле открываем свои двери, двери вашего замечательного иркутского цирка, 1 июня, с большим цирковым именно спектаклем, королевский цирк, который уже приехал в полном объеме. Мы не были в Сибири 7 лет, поэтому как-то гастроли были постоянные, у нас были, мы были очень долго, много лет в Европе, приехали в Россию и поехали вновь в Сибирь. И, конечно, мы приехали в Иркутск, потому что тур по Сибири у нас начался с Новосибирска. И летом с удовольствием мы приехали, я еще раз подчеркну, в этот замечательный красивый город, потому что у меня очень много воспоминаний об этом городе с хорошей точки зрения, естественно. Мы привезли большую программу Королевского цирка. Это визитная карточка российской государственной цирковой компании Росгосцирк, продюсерского центра Королевской цирки Ирадзе. Это коллектив, где 120 человек, где колоссальное количество животных, тонны декорации, свето-звука и так далее. Поэтому все это приехало. Прямо сейчас идут уже последние штрихи подготовительной работы к началу премьеры спектакля, и мы стартуем с завтрашнего дня. Ждем вас всех, поэтому уже вы и будете говорить о том, что вы увидели, как вам понравилось, и то, что вы сейчас рассказали. Королевский цирк представляет! А уже по практике, наверное, столько лет работы публика, которая приходит к нам на спектакль, безусловно, когда она выходит из цирка и обсуждает спектакль, а зритель не ожидал сегодня увидеть того, что он видит. Это не совсем обыкновенный цирк, это не классический цирк, это не стандартный цирк, это синтез сплетения жанров, эстрады, цирка, мюзикла, это совершенно другое зрелище. Это театр, мюзикл, цирк, шоу, все в одном лице. Потому что изначально, когда мы делали еще шоу пять континентов, которая здесь во всей России и по всему миру гремела с большим успехом, с которой мы, кстати, когда-то приезжали в Иркутск на гастроли очень давно, это все выходцы из пяти континентов. Ребята, артисты, трупа, и плюс молодые артисты, которые у нас работают в коллективе, а они у нас все, в основном молодой состав, то в основном основа коллектива и база это именно «Дети с пяти континентов». Ничего себе. Потому что «Пять континентов» это было незабываемое, наверное, шоу, которое запомнила вся страна и весь мир. И мы не распались, мы просто переформатировались. Мы же помним ваше представление, которое видели несколько лет назад. Оно действительно осталось в памяти. И хотелось бы узнать, насколько... Прошло семь лет уже. Сколько времени нужно, чтобы выносить цирковой номер? Сколько времени нужно, чтобы переформатировать программу? Вот я знаю, что... Когда мы создали «Пять континентов» и начали тур с пяти континентами, это было совершенно такое ноу-хау в цирке, потому что у нас из первых появились лазеры, свет сумасшедший, экраны. И вот тот формат, которым мы сегодня уже как бы работаем, да? А мы были, наверное, первые в стране, которые это создали. И начали ездить по всем городам нашей страны с этим большим масштабным мероприятием. То есть это не был одноразовый проект в Москве или в Питере. Это был тур, который ездил по всем городам. Вот этот объем сумасшедший. Мы же возили и возим по сегодняшний день по 19, по 20 фур. Вот сегодня в Иркутск приехал целый состав поезда. 19 машин 14-метровых. Только декорация реквизита приехала в Иркутск, понимаете? Поэтому это сумасшедшие объемы. Потому что я в своем детстве пришел и влюбился в настоящий советский цирк. Я читала, что вы не наследственный артист цирка. Нет, да. Вы даже вопреки воле отца пришли туда. На самом деле я советское дитя. Вот та школа, которая есть во мне, эту школу нигде не взять. Ее не пишут в книгах, я имею в виду цирковую советскую школу. Это был лучший цирк в мире. И поэтому я горжусь, что я еще вышел на манеж с Олегом Константиновичем Поповым. Я выходил на манеж с Даровой Запашной, с Сыславом Михайловичем Запашным. Я видел вживую Ирину Бугримову, Маргариту Назарову. Понимаете, это легенды, это имена, которые остались в нашем воспоминании. И так получилось в моей жизни, что последние 10 лет моей жизни я прожил в одном доме в Москве, двумя этажами вышлем с Сыславом Михайловичем Запашным. Он в то время был генеральным директором компании «Союзгосцирка», «Росгосцирка». И я имел честь прийти к нему на чашку чая, и он мог ко мне спуститься. И мы общались. Я всегда взахлеб слушал все его рассказы о цирке, потому что мне все это было интересно. Я впитывал в себя то, что, понимаете, дрессура и вот тот цирк, на самом деле, это не практика. То есть это только практика. Это практика. Это только практика. Это не теория, это только практика. Поэтому именно эту практику я проходил вот с этими корифеями. Я еще был на репетициях Терезы Дуровой, понимаете. Я видел вживую настоящие те знаменитые династии, аттракционы, которых сегодня уже кто-то есть, кого-то нет. И я бы никогда в жизни себе не поверил, что мне было 11 лет, прошло 29 лет, и я стану художественным руководителем и главным режиссером всего «Союзгосцирка», российской компании «Росгосцирка». Если мне это сказали 20 лет назад, я бы никогда в жизни в это не поверил, но, коль я им стал, это было совершенно мое жуткое, дикое желание быть в цирке. И вот, возвращаясь к тому вопросу по поводу моих родителей, они были жутко против цирка, они были совершенно не цирковые люди. У меня вообще, мама там лекция по экономике в институте, папа, сегодня это такое модное слово «бизнесмен», как бы вообще никакого отношения к цирку не имели, а я в цирке. И вот это мое желание все-таки быть и отдать свою жизнь, а это нужно отдать жизнь, потому что цирк – это совершенно не работа, это образ жизни, это постоянно гастроли, переезды, города, страны, к этому нужно привыкнуть. Ты не успеешь распаковаться, тебе нужно собираться, уезжать куда-то, это жизнь на колесах, она совершенно иная. Я этому цирку посвятил всю мою жизнь, поэтому я осознанно шел на этот шаг. Так, и вот сейчас отмотать, так, годы назад оглянуться мне и посмотреть назад, хотя время невозможно уже, естественно, вернуть, остаться только воспоминания. Был такой момент в моей жизни, когда я мог уйти или в балет, или в цирк. У меня был такой перепутье, у меня был такой момент выбора в жизни, да, и я совершенно не жалею, что я выбрал все-таки тропиночку в сторону цирка и пошел по этой тропиночке туда-вверх и дошел до этого момента. Это здорово. Давайте поговорим о том, чем ознаменовался январь этого года. Это, в общем-то, было выдающееся событие на фестивале в Монте-Карло, когда вы получили золотого клоуна. И причем феноменальность этого события заключается в том, что награду получил не какой-то отдельный артист, а целый цирковой состав. Вот почему так важна эта награда? Каков статус этого фестиваля для вас, для цирковых? То есть, вот что это значит? Мы были на гастролях, вернее, мы были на фестивале в Италии у Фабио Мантико, это известная цирковая династионная семья. И мы получили в Италии, на итальянском фестивале в Латино, гран-при и высшие золотые награды. Там нас увидела принцесса Монако, уже окончательную эту версию, которую мы привезли в Европу. Это был совершенно цирк, не похож на все остальные цирки. Это был совершенно вот такой синтез и цирка, и трюка, и костюмов, и феерии, и того, что... Ну, мой стиль, мое направление. Поэтому мы там получили приглашение на фестиваль в Монте-Карло, и с удовольствием воспользуюсь этим предложением. Чтобы вы понимали, цирковой фестиваль в Монте-Карло, в Монако, это приравняется к Оскару. Это самая высшая награда в цирковом мире. Это для спортсмена Олимпиада, это для циркового Монте-Карло. Поэтому вообще попасть в Монако на фестиваль и участвовать, это уже высший пилотаж. А чтобы за 43 года существования фестиваля получить целиком, как коллективу, королевский цирк, российской компании, потому что мы вообще представляли Россию, всю нашу страну на этом международном фестивале, получить золото, как коллективу, да это во сне мне никогда не приснилось. Когда нам объявили, что мы получили золотую награду, это происходит в Монте-Карло на банкете, объявляя это на второй день награждения в Манеже, я не мог встать. У меня артисты все скачали, хлопают, свистят, радуются. А я сижу, я прибитый к стулу, я понять не могу и осознать. А со мной был ваш коллега Андрей Малахов, мы с Андрюшкой очень дружим. А Андрюша встает уже и говорит, да вставай, ты даже золото получил. И я только спустя какое-то время начал осознавать, что мы получили золотого клоуна на фестивале в Монако. Вручала сама лично принцесса Стефания, с которой мы очень подружились. И которая меня пригласила через два года уже на 45-й юбилейный фестиваль быть режиссером-постановщиком в Монако юбилейного фестиваля, который я уже готовлю и делаю, я бы это никогда в жизни не поверил. У нас очень теплые отношения сохранились. И на самом деле принц Альберт и принцесса Монако Стефания мне вручили, нам вручили нашему коллективу эту награду. Еще раз повторю, что у нас такие завязались теплые отношения, дружеские, я могу сказать. Поэтому она прилетала к нам сейчас в Москву буквально месяц назад специально, посмотрела новое шоу, которое мы выпустили в Москве. И вновь мы оговорились с ней то, чтобы она хотела в каком формате видеть 45-й юбилейный фестиваль. Я уже начал его готовить, поэтому это хорошо, когда у нас такие теплые отношения с этой страной. То есть всего два месяца прошло, вы уже начали готовиться к будущему событию. Ну потому что это масштаб сумасшедший, это не... В цирке вообще номера не делаются... Вы просто не ответили на предыдущий вопрос. Сколько времени нужно, чтобы родился новый номер? Рассказываю. Для того, чтобы в цирке создать какой-то номер, это годы. Годы. Поэтому мы и начали Монте-Карло, 45-й фестиваль, а он уже через полтора года, по большому счету, да, наступит этот 45-й фестиваль. Поэтому времени вообще нету. Цирк – это не эстрада. Это не просто записать песню. Это можно прийти в студию, записать песню, если уже композитор ее написал, спеть, и потом ее петь публике, да. Это живое искусство. Это нужно отрепетировать трюк, выбрать жанр, какой ты хочешь сделать, да, артисту. Поставить номер, создать реквизит, пошить костюмы, написать фонограмму. Световое шоу. Вкататься в это во все, понимаете, это годы. А если это номера животными, так номера животными вообще создаются очень долго, да. Вот у меня сейчас работает в программе в Иркутске аттракцион со львами молодого дрессировщика Артема Лазаревского. Вот этот аттракцион он делал несколько лет, потому что вот такими малышами он взял львят. Они у него росли, и так происходит у каждого дрессировщика. Они же должны вырасти эти животные с ним. Потом идет подготовительный процесс этих животных. Потом ты их приучаешь к реквизиту, к свету, к звуку. Накатываешь трюки, обкатываешь, и только потом ты выпускаешь. Поэтому это годы работы. Я, честно говоря, так и предполагала. А вот вы привозите очень много аскарба, да, то есть вы говорите, и несколько вагонами, да, вы переезжали по железной дороге. Мы при... Сегодня мы уже ездим почтово-багажными вагонами. То есть мы сегодня ездим уже фурами, а ездили мы всегда почтово-багажными вагонами. Были такие теплые почтово-багажные вагоны, в чем мы перевозили животных, особенно в Сибири. Мы ездили только так, потому что были длительные переезды. Мы всегда обычно с Иркутска, как и сейчас, не изменяя нашим традициям, уезжаем в любимый наш тоже Владивосток. Или с Владивостока мы возвращаемся в Иркутск. У нас такая траектория была, графика Грастроль всегда. Ну, мы так всегда выстраивали сибирский тур, чтобы мы или попали в Иркутск, и с Иркутска в Владивосток ушли, или с Владивостока возвращались в Иркутск. Ну, как-то у нас так заведено было, нам так было удобно по перемещению, да. Потому что мы, когда едем в Тур-Сибирь, мы берем города в шахматном порядке, чтобы назад возвращаться можно было, да. То есть мы берем, допустим, Новосибирск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк и Омск, да. То есть вот в таком географическом графике мы передвигаемся. Поэтому раньше в этот тур сибирский мы всегда ездили почтово-багажными вагонами, потому что была жуткая дорога от Владивостока до Иркутска. А сейчас все изменилось, и сегодня мы переезжаем фурами, это 14-метровые большие машины, тревые большие, да. Вот у нас сегодня здесь 19 машин. Это приравняется к составу поезда. 19 машин. Вот видите, вы перевозите необходимый реквизит животных для этого представления. Ну, плюс свет и так далее. Многие цирки, которые приезжают к нам в Иркутск, путешествуют, что говорится, налегке. И, конечно, это сказывается на том ощущении, на том впечатлении, которое они оставляют у зрителя. Но есть у нас, у жителей Сибири, такое впечатление, что столичные артисты, приезжая к нам, немного позволяют себе халтурить. Как относитесь вот к такого рода явлениям? Жутко отношусь, даже без комментариев, потому что никогда в жизни я не привозил слабые программы. Почему? Потому что, во-первых, есть свое имя, которое я создавал годами. Я никогда не буду опускать свою планку ниже того, как уже нас знает страна. Поэтому есть бренд, есть королевский цирк Гии и Радзе. Для всех ассоциаций Гии и Радзе это, естественно, цирк, и это фэшн-цирк, это какой-то красивый, необычный, костюмированный цирк, люди, которые знают наше направление. Поэтому мне халтурить, вести там что-то там, то, что вы сейчас сказали, это не ко мне совершенно, это не к нашему брендерскому центру, это точно. И вот, пожалуйста, залог успеха в этом и заключается. У нас уже сегодня, сейчас нет ни одного билета на премьеру. Все билеты проданы на субботу-воскресенье. На воскресенье что-то еще осталось в кассе, но на премьеру нет просто вообще ни одного билета. Поэтому вот и залог публику, зрителя, вас не обмануть. Потому что, когда вы придете на спектакль, вы увидите то, о чем мы сейчас с вами беседуем. Все, что у нас на афишах, все, что в рекламных роликах, на что идет публика. А сегодня, совершенно спокойно, 21 век, зайди на сайт, посмотри, какие номера приехали. И, пожалуйста, не нужно приходить в цирк и стоять в очередях, чтобы купить билеты. Это раньше, я помню, даже здесь, в Иркутске, были сумасшедшие винтовые очереди. Я помню, этот кассовый зал. Выходила очередь до фонтана. А сейчас, пожалуйста, взяли мобильный телефон, вошли совершенно спокойно на сайт Королевского цирка или Иркутского государственного цирка. Сидя дома, купили билеты, пришли уже на спектакль на праздник, настроенный на позитив. И вы получите этот позитив. Поэтому наши гастроли здесь будут длиться до 7 июля. Начинаем мы 1 июня. И будем вот этот замечательный июньский и начало июля до 7 июля здесь, в городе Иркутске. Спектакль пройдет в субботу-воскресенье. По два шоу в день. Ну а если уже будет такой ажиотаж, что нам придется добавить спектакль, как иногда мы добавляем, то мы добавим будний день, это будет только четверг. Почему? Потому что у нас у цирковых все совершенно наоборот. У нас понедельник-вторник, как у всех нормальных людей, рабочие дни. У нас выходные дни. Поэтому мы работаем в субботу-воскресенье. Для вас это, для вас выходные, а для вас основные рабочие дни. Поэтому ждем вас в замечательном, уже намоленном, в этих стенах уже есть намоленный цирковой какой-то дух. Понимаете, дух. Потому что здесь, на этом манеже выступали лучшие номера, великие аттракционы. Поэтому мы отдаем себе отчет. Мы правда любим этот город, я лично. У меня очень много теплых воспоминаний, очень много друзей, знакомых с этого города. Люди даже, которые со мной уже работают десятилетиями. Поэтому ждем вас всех. Мы от себя покажем настоящий цирк. Цирк, королевский цирк. В полном составе, в полном том объеме. Здесь будут и кантоходцы, и воздушные гимнасты, и бристы на першах, и аттракционы со львами. Будут аттракционы с тибетскими яками. И лис, и оленя, и пеликанов, и попугаев, и яков, и львов. Но это крайний риф. Вот столько животных. Вы как за ними ухаживаете? Сколько людей их обслуживают? Очень большое количество по обслуживающему персоналу пожарных животных. Мы даже возим с собой поваров, которые специально готовят нашим животным. Четыре повара? Четыре человека. Да, вы уже все, наверное, прочитали. Ну, конечно, я прочитала, но мне показалось, на 300 животных 4 это даже маловато. Вы знаете, у нас есть наша легендарная тетя Зина, которая ездит с нами уже более 15 лет, и которая готовит животным с покон веков. У нее есть свои помощницы, и вот тетя Зина всегда готовит нашим всем животным, если это обезьянки, то кашку, значит, надо все варить, готовить. Когда я захожу на кухню, тетя Зина сделает следующее. Я иногда и могу зайти на кармакухню, да, посмотреть, что там происходит. Тетя Зина мне в мисочку наливает мне какую-то там кашку, говорит, попробуйте, пожалуйста, я вот эту обезьянку сварила. И это можно пробовать, понимаете, потому что это настолько готовится от души, и настолько стиливно, чисто это все происходит. Это на самом деле можно самим даже пробовать им питаться. А они не любят вот эти корма сухие, как наши домашние питомцы? Вы знаете, определенным животным, мы даем сухие корма определенным, это в основном в переезде. Я все-таки сторонник за естественную пищу, за натуральную пищу, поэтому я повторю, что я дитя Советского Союза и пришел в Советский Цирк. В то время у нас не было никаких сухих кормов, поэтому мы кормим животных по нашему строгому рациону, который установил Союз Госцирк. А в переезде, безусловно, когда невозможно готовить и варить, тогда мы пользуемся определенным видом животных, мы даем те сухие корма, которые есть сегодня. А вот скажите, в последнее время и наблюдаются такие явления в цирке, когда артисты для того, чтобы произвести сильное впечатление на зрителя, пренебрегают мерами предосторожности. Под куполом работают без лонжи, не поднимают клетки. Это что, вот необходимый риск или... Я не знаю, вы задаете мне какие-то вопросы, где я не могу вам ответить, потому что мы поднимаем клетки, мы соблюдаем технику безопасности, у нас профессиональный коллектив, поэтому все, что касается безопасности, слава богу, зрителя, дай бог, все предусмотрено. Конечно, бывают разные фолкс-мажорные ситуации, потому что это цирк, это живое искусство, но у нас в жизни еще с Божьей помощью ничего не происходило того, чтобы мы не предугадали этот момент и не оградили публику от безопасности. У нас поднимаются и клетки, и все на лонжах, если это нужно, поэтому для нас это очень большое значение. Расскажите о костюмах. Колоссальный костюм, это совершенно эксклюзивные костюмы, которые шьются для нашего коллектива. У нас есть очень креативный художник костюмов Наташа Буханова, она дизайнер наш. Наташа придумывает костюмы согласно моей какой-то идее, которую я придумываю. Мы делаем номера с моим постановщиком, режиссером Большого Московского Цирка Евгением Шевцовым. В основном все мои номера, которые созданы сегодня здесь. Номера, которые сделала Женечка Шевцов. Женя гениальный режиссер. Женя Шевцов, это режиссер Московского Цирка Никулина, главный режиссер Большого Московского Цирка. А мы с ним работаем и работаем по сегодняшний день уже почти больше, наверное, 10 лет. Поэтому у нас очень большая творческая команда, есть прекрасные балетмистеры, постановщики. Я вам открою секрет. Даже голос Филиппа Бедросовича, с которым мы очень дружим, Филипп написал мне прекрасную, вернее, Филипп мне спел прекрасную песню, которую написал прекрасный композитор Денис Гарнизов. Песня называется «Аплодисменты», которая будет звучать на финале нашего спектакля здесь, в городе Иркутске. Узнаваемый легендарный король эстрады в Королевском цирке не мог не прозвучать, поэтому будет Филипп с его замечательной песней «Аплодисменты» с Королевским цирком на финале шоу Королевского цирка в Иркутске. Спасибо большое. А вести программу за кадром, безусловно, голосом будет ваш коллега, мой друг Андрей Малахов. Хотелось бы узнать, какой вы режиссер. Вы как относитесь к артистам, которые, например, очень одарены, но обладают какими-то, ну, несговорчивым характером, может быть, склонны, скажем, к злоупотреблениям. Вот вы непримиримый или готовы вот эти неудобства терпеть ради того, чтобы сохранить талантливого человека в составе? Слушайте, я прошел такой путь в цирке, на эстраде. Я видел разных артистов и общаюсь с разными артистами. Я прошел всю эту звездную ступеньку, я видел все это, как бы, да, я в этом варился сам. Поэтому для меня подход к артисту найти – это совершенно не проблема. Безусловно, если я вижу, что человек талантлив, то я всячески помогу ему, помогу. Потому что, когда я пришел сам в цирк, я попал в нужное время, в нужное направление. Я, как никто, знаю, как нужно помочь артисту. Нужно дать ему этот трамплин, чтобы он подошел и прыгнул, чтобы он куда-то выше пошел. Поэтому, если я в нем вижу потенциал того, что есть в нем потенциал расти творчески, я ему обязательно помогу. А уж если есть какие-то вредные привычки, смотря какие это привычки, нужно подходить индивидуально к этому, ко всему. И это абсолютно индивидуальный момент, фактор. Вынужден посмотреть по каждому индивидуально, то есть всех под одно равнять нельзя. Мне кажется, что у вас есть такая слабость, по крайней мере, мне показалось. Вот некоторая привязанность к роскоши. Как вы переносите вот тяготы вот этих гастрольных туров? Вот неуютные гостиницы, в конце концов, даже здания цирков наших. Я вырос в этом. Поэтому то, что касается вот цирковых гостиниц и вот этих условий, и то, что я вижу в цирке, для меня это не дикое. Я к этому привык, потому что я это видел, я в этом рос. То, что касается моего быта, есть городские гостиницы, где я могу жить совершенно спокойно. Да, я приезжаю сюда на гастроли, я же не живу здесь. Поэтому как бы я к этому привыкший. Слушайте, мы настолько уже адаптированы и каленые во всем, что мы проходили все. И сухие пайки, и бутерброды, и за кулисами чай, кофе. Потому что вот так нужно. И репетиции ночные, поэтому для меня это не новое абсолютно. То, что я как-то неординально, может быть, выигрышный, потому что это мой образ, который должен быть во мне. И я вообще люблю красивых людей. И считаю, что в Манеже, в моем спектакле должны быть только неординальные люди. Какие-то абсолютно другой формат людей. У меня есть такой пункт, что я беру только красивых людей. Для меня красота это в первую очередь. Потому что красивое шоу, которое победит в Монако и возьмет золотого клоуна в Монте-Карло. И без красивых людей это не сделать. И без трюков в том числе, конечно. Безусловно, трюки это основа. Но всегда и весь мир цирковой знает, что если это артисты, гии, это обязательно красивые люди. Это какие-то неординальные, неформальные. Они те, которые в толпе, вот нашей селой будни, нашей жизни, их прямо вот так пятно видно везде. Вот они сейчас по городу у меня приехали. Ходят даже в Иркутске. На них люди обворачиваются. Они обыкновенные люди. Но они какие-то вот такие. Они неординальные, понимаете? И это вызывает интерес к этим людям. И на них приятно смотреть. И когда выйдут красивые молодые девчонки, роскошные, красивые парни, вам будет на это приятно эстетически смотреть. Разумеется. А человек в самом начале своей творческой карьеры имеет возможность попасть к вам в коллектив? Или все-таки надо уже наработать? Нет. Ко мне попадали вообще с улицы. Поэтому мы очень часто отбираем ребят. Вот сейчас мы набираем артистов балета, кстати. Добро пожаловать. Ждем. У нас есть объявление. Пожалуйста, записывайтесь. Есть. Проходят кастинги. Артистов отбирают. Мы ждем. Вот сейчас мы берем в состав артистов мужского и женского состава балета. Это люди, которые, а, должны профессионально вродить в хореографии. Это могут быть, если девчонки, то желательно художественная гимнастика. Или бальные танцы. Поэтому это ближе к нам. Вот с этих видов спорта и искусства мы ждем в балет королевского цирка. Ну, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Я благодарю вас за эту интересную содержательную беседу. А вас, дорогие телезрители, приглашаем в цирк. Солота российского и мирового цирка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова